Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Татьяна Климова, и это видео из серии «Спросите у Татьяны», где мы говорим о самых интересных аспектах русской грамматики и лексики. Спасибо большое-большое за ваши комментарии! Это очень важно для меня, поэтому, пожалуйста, комментируйте, ставьте лайк, и также вы можете использовать автоматические субтитры, которые работают неплохо на русском языке. Если вам нравится моя работа, смотрите на моём сайте, там есть упражнения на перевод, транскрипции моих подкастов и, конечно, клуб «Русская дача» для самых позитивных и мотивированных людей, где вы получаете видео и подкасты каждые пять дней. И также обычно каждые два месяца у нас есть онлайн-встречи. Сегодня такой интересный вопрос – это какая разница между словами «молодец» и «умница»? «Молодец» и «умница». Когда мы говорим «молодец», когда мы говорим «умница». Хорошо. Эти два слова значат «браво», «супер», «ты сделал» или «сделала» что-то хорошее. «Ты сделал что-то хорошо», «что ты сделала» – это «супер». Но есть два момента. Во-первых, это неформальный контекст. Обычно мы не говорим нашему начальнику, боссу «ты молодец», «о, вы молодец», «ты молодец». Обычно нет. Нужно, чтобы это был как друг или семья. А друг или семья. Мы говорим «молодец». Также «молодец» может быть мужчина или женщина. Мы можем сказать «он такой молодец» или «она такая молодец», «ты молодец». Кстати, «молодец» – это значит «молодой человек». Но раньше в старом русском языке «молодец» – это значит «красивый», «сильный», «молодой человек», который очень хорошо всё делает. Хорошо. Да, значит «молодец» мы говорим друзьям или семье, когда они сделали что-то хорошо. Например, у меня есть Инстаграм, там я часто публикую фотографии, как я учу японский. Кстати, меня это тоже мотивирует, потому что, когда я публикую, я думаю, я опубликовала, теперь надо учить. Вот. И тогда вы можете написать «молодец», «супер», «молодец, Татьяна». Или иногда вы мне пишете, и я люблю, когда вы пишете мне по-русски, потому что я думаю, что можно писать быстро, рано на русском, если мы делаем простые фразы. Конечно, это непросто, но можно. И тогда я пишу «молодец», «вы отлично пишете по-русски». Да, вы не друзья, не семья для меня, когда вы пишете мне, но это возможно. Молодец. Теперь «умница». Умница – это нужно быть осторожным, когда вы пишете «умница», потому что есть нюанс, что этот человек, он как ребёнок. Обычно мы говорим ребёнку, детям «умница», «ты моя умница», или ребёнку, или животному. То есть «умница» – это значит, что вы здесь, и человек чуть-чуть ниже вас. Умница. Умница обычно – это для детей. Поэтому, например, когда я читаю в комментариях «умничка», «умница», это не очень красиво, потому что это чуть-чуть, когда мы говорим с человеком, как с ребёнком. Иногда с друзьями, с семьёй мы можем это сказать, когда мы хотим сказать «ты моя умница», «умница моя», или чуть-чуть как «шутка», «юмор», но обычно это с детьми. Поэтому «молодец» мы можем говорить часто, но не в очень профессиональном контексте. И «умница» обычно с детьми, или с юмором. Иногда мы можем говорить о человеке, он просто «умница», но обычно это когда мы старше. И когда человек... мы не говорим с человеком, то есть, например, в моей семье, например, может быть, девушка, она поехала учиться, может быть, в Австралию, сама, без денег, и там получила диплом, и сейчас нашла работу хорошую, говорит по-английски, и я могу сказать «да, она такая умница, она просто умница». Но это обычно, когда человек нас младше, и когда мы не говорим прямо. Если мы говорим с ней, я могу сказать «ты такая молодец», «ты такая умница». «Умница» это не очень, и тоже «умница» обычно значит, что человек делает всё, как нужно. Всё, как нужно, всё, как правильно, он так делает. Но «молодец» это больше, что у человека есть мотивация, он или она мотивированный, амбициозный. Кто-то сказал что-то агрессивное, и человек может ответить хорошо. Мы можем сказать «молодец», «ты правильно сделал». А «умница» это, например, мы можем сказать «сегодня я сходила в банк, потом я сходила на почту, потом я сходила в спортзал, я всё сделала как надо». И тогда мы можем сказать «какая умница». Но есть такой акцент чуть-чуть, что это как с детьми. Вот, дорогие друзья, если у вас есть дети, вы можете им говорить «умница», мальчику или девочке. Напишите пример в комментариях. Например, «моя дочка такая умница, она помогает мне готовить». Или «я сегодня молодец», «я сегодня большая молодец», «я сделала, например, три видео». Пишите ваши примеры. Спасибо за ваши комментарии. Лайкайте, подписывайтесь. Скоро увидимся. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...